Если вы думаете, что среднее арифметическое иностранное государство или какого-нибудь посла или каких-нибудь правителей иностранных государств интересует Алексея Анатольевича личный персональный, то его очень сильно глубоко заблуждают. Людей волнуется. Принципиально другая история. Я подчеркиваю слово. Принципиально другая история. Если вы провластны, но думаете башкой, а не просто хотите воспроизводить методички, которые вам пропагандисты засунули, то людей на Западе волнуется совершенно другое. Их волнует. Ла-ба-ра-то-ри-ня. Поймите правильно, что вот сидит, например, не в этом кабинете, а в другом кабинете, там с количеством звезд немеренно, обычный среднеаритметический чиновник. У него нету эшелонированной охраны, у него нету эшелонированной системы очистки приходящих писем. И вот он сидит себе и думает, а в какую секунду вот та пришедшая к работе, корреспонденция, а там уборщица, не окажется, соответственно, вторым, а напомню, Алексей Анатольевич отравлен двухкомпонентным ядом, в какую секунду я не склею себе ласт? И о чем думает этот среднеаритметический чиновник? Любого уровня, в том числе и первого. А первое, а буду ли я общаться вообще с этой страной варвар и не оградить ли от меня себя, от этой территории, попросту говоря, забором и залить там все нахрен бетоном? Ну, бетоном, понятно, они в никаких войск вводить не будут, но в целом прекратить все экономические взаимоотношения, да на раз-два. Могут. Их интересует лаборатория. И если бы, не дай боже, например, отравили бы Диму Потапенко или Александра Бабылева, их интересовало анализ исключительно для того, что для получения, откуда и какие последствия у этого яда. Поэтому думать надо об этом. Если вы хоть сколь-нибудь провластны, и об этом думает как раз международное сообщество, именно на это будут вводиться санкции. Причина очень простая. Была договоренность очень давно, очень-очень, да, очень давно. Денег нам дали миллиард, да, уничтожить все это оружие. Было построено пять предприятий. Ребята, вас издастся. Потому что все страны договорились, то есть чисто по-пацански договорились, все правительства стран, что мы друг друга не травим. А что мы имеем по факту? У нас есть там, как я уже говорил, Верзилов, у нас есть Карамурза, Карамурза, у нас есть ли... Скрипали, понятно, понятно. Скрипали и съехать с темы и на всех сказать, что ребята, это отравили ваши спецслужбы. А что вам может сказать любой дипломат за стеной? Он скажет, ребятки, если это отравили наши спецслужбы, пожалуйста, вы же, у вас там есть ФСБ, найдите на территории любого из европейских государств эту лабораторию. Вся задница заключается, что у нас эта лаборатория потенциально понятна, где находится. И точно понятна, и это наши люди исполняют. Ну, то есть, понятно, что прямых доказательств в таких делах никогда не было и не будет. Но если, как говорится, ходит как кошка, мурчит как кошка, цветок как кошка, то, скорее всего, это кошка. И никто вам не будет ни в каком международном суде предъявлять прямо достоверные доказательства. Нахрен вы не уперлись. А вот то, что если в любую секунду действительно произойдет, даже если вы являетесь провластным абсолютно не по, как говорится, не по, там, киселеву мозга, а по реальности, то вы вот представьте, что перестанут покупать наши углеводороды. И все. Китай, если у вас там в эту голову щелкнул, что Китай там пойдет супротив американских санкций, не пойдет. И отключат свифта, это второй удар. Госдолг. Третий удар, это запрет на работу не с будущим госдолгом, а с прошлым госдолгом. И долго ли Россия протянет? Она не протянет и месяца. Причина очень простая. Мы увязаны, жестко увязаны в международную экономику. И поэтому сейчас все разборки, они строятся исключительно на вопросе «лаборатория где?». И нам нужно на самом деле возбуждать уголовное дело. И если мы хотим реально как-то в международной экономике и политике хоть как-то присутствовать, нам нужно найти эту лабораторию. Реальную. Извините, я буду цинично сейчас говорить. Сделать ее где-нибудь на сопредельной территории. Но мы должны съехать с этой темы, что у нас нет этой лаборатории. А вот эта внешняя риторика, что, блин, а вы нам докажите, а это отравили там… Никто вам ничего доказывать не будет. Свифт отключит и все. Не будут вам доказывать. Вам отключат эти три вещи. И на этом все закончится. Потому что мы зависимы от них. Сто процентов. Более того, поскольку есть некие лихие головы, которые машут шашками, то вот, давайте построим самодостаточную экономику. Не существует самодостаточная экономика. И в природе не существовало. Купец Садко, извините, вернее, Садко перся с купцами. С купцами он перся. Мир такой глобализован. Не бывает территории, которые замкнуты сами на себя. Никакой территории. Ни Соединенных Штатов, ни Турции, ни Евросоюза. Все занимаются внешней торговкой. Вот если эту внешнюю торговку отрубят… Вот сейчас вот эта вот риторика, особенно… Причем меня поражает, что те, кто, условно говоря, лоялисты, так называемые, есть такой термин, те, кто поддерживает, по хрену, какое правительство, завтра будет Навальный, соответственно, они будут… Ну это известно, явление, да, лоялистское ядро. Их при любой погоде 30%, да, там хоть каннибалы у власти, они поддерживают все равно. Они будут орать за каннибалов, абсолютно верно. Так вот, я вам могу сказать, ребят, ну вся эта история, внутренние риторики, типа, доказывайте нам, покажите нам, предоставьте анализ. Причем здесь анализ? Никого эти анализы не волнуют во всем мире. Тех волнуют, я уже сказал, что… По сути дела, это не по сути дела, а это фатальное нарушение пацанской договоренности между всеми правительством, что мы не травим трубу, мы не производим. Это серьезнейшее обвинение. Мы не дворец Марии Веничей. Если бы, я фантазирую, если какого-нибудь оппозиционера по башке трубой или подрезали, или пристрелили бы в подъезде, то мировое сообщество высказало бы, написало бы ноту протеста. Это был бы предел, и не было бы никакого списка Навального, и не было бы никаких списков других оппозиционеров. Потому что это было бы, да, это был бы террористический акт на территории сопредельного государства, но это было бы внутреннее дело. И каждый бы, например, монарх или какой-нибудь там председатель правительства иностранного государства понимал, ну это обычные гопники. Ну вот у них такая гопническая культура. А когда он сейчас сидит и не понимает, откуда ему прилетит второй... Открывать ему письмо из России или нет, да, ну это, конечно, такая ситуация. Самое главное, что даже не из России. Ты же прекрасно понимаешь, что во внешнем... У него проходит огромнейшее количество почты, огромнейшее количество контактов. И поскольку это двухкомпонентный... Ведь в чем отработка Алексея Анатольевича-то? Первый компонент был внесен там, скорее всего, либо через воду, либо еще через... Но многие забывают опять... И не на то вы, ребятки, смотрите. Опять все дрочат на эту бутылку. Врачить надо, ребятки. Совершенно другое. У Алексея Анатольевича есть и была медицинская аптечка. Он применял глазные капли и применяет многие медицинские препараты. Более того, он чистит зубы, умывает руки, бреется. И поэтому херню про бутылочку вы можете дальше обсуждать. Но ключевым фактором, откуда берутся все анализы, где можно отработать любого гражданина, это в первую очередь его личный НССР. Извините, если кто не знает это слово из молодняка, пусть погуглите, что такое. Туда вносится первый компонент, который, кстати, легко изымается. Например, если у вас были глазные капли, они просто потом подменяются. А второй компонент наносится практически абсолютно легально. Ваш сообщник входит к маске, перчатке, на перчатке второй компонент. Вы просто вежливо в самолете, говорите, прикасаясь к человеку в уровне шеи, груди, ну или чем выше, соответственно, к органам, просто просите разрешить и пройти. И никто в жизни не вспомнит, что это было. Даже человек, который очнется. Алексей Анатольевич даже не вспомнит, кто к нему прикоснулся во время посадки. Таких людей могло быть двое-трое. Каждый внес чуть-чуть по этому компоненту, по суммарному. Но, опять-таки, возвращаемся, отматываем наш акт назад. Большую часть правителей волнует именно вот эта лаборатория и производство боевого отравляющего вещества. Потому что ему чего теперь в бункере жить? Ничего, еду не принимать? Потому что где этот компонент второй прилетел, одному богу известно? Так что это все очень и очень серьезно. Слушай, ну вот со стороны идеального зла, как ты любишь, тебе задам вопрос. Мы же все знаем, что РФ направила в ЕС 9 вопросов знаменитых об обвинении по ситуации с Навальным. Вот один из них мне показался более-менее содержательным. Звучит он так. Есть ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей отравить в кавычках по оригиналу Навального веществом военного класса в российском городе с полумиллионным населением, а потом сделать все возможное, чтобы спасти ему жизнь и отпустить на лечение в Германию, где яд новичок, могут идентифицировать. Конец цитаты. Вопрос звучит резонно. Что скажешь? Ну, резонного в этом вопросе не очень много. Дело в том, что... Внешне резонно? Да, внешне резонно. Дело в том, что не власти сажали самолет, не власти вкалывали соответственно антидот. Ну, потому что у нас... Извините, на этот вопрос я вам отвечу следующим пассажем. Петров и Васечкин, которые исполняли заказ на Скрипалей, настолько дундуки, точнее не они, а их начальники, что они получают паспорта в одном определенном абсолютно УФМСе подряд числами, а когда едут на операцию, берут бумажный чек на такси. Да, это фантастическая история. Фантастическая история. Отчетность, понимаешь, это самое... Свои деньги тратить неохота, да. Вот главное, так говорится, отсчитаться. У меня вся проблема... Дело в том, что я общаюсь регулярно с сотрудниками Федеральной службы безопасности, в том числе с людьми, которые берут своих же проворовавшихся. Они в основном находятся в центральном аппарате. Они уже давно... Они многие прошли все боевые операции, там все горячие точки. Все абсолютно отмечают. Простите. А вспомните этот молодняк ФСБшный, который на геликах понтовался и ездил. Ребята, проблема в вертикали власти, что даже нормального убийцу они нанять не могут. Они даже его подготовить не могут. Настолько систем... Ты же выше чуть-чуть задавал этот вопрос. Система власти насколько дезорганизована, что они даже исполнить достаточно примитивные вещи не в состоянии. Ведь каждый из них держится только за свое место. У него нет так называемого карт-бланша. Они все, понимаешь, кучу ведомств внутри одного ведомства. Дмитрий Валяевич, а можно циничный вопрос тебе? Мне кажется, он важный. Мы, правда, попросим, наверное, извинения у родных Алексея Навального, что так походя об этом рассуждаем. Это вопрос его жизни и смерти. Но все же мы как бы отрабатываем информационную повестку. Поэтому вопрос мой такой, почему его не застрелили? Ты же знаешь, это стандартный сценарий. Подошел человек, выстрелил, ушел. Значит, заводится уголовное дело, потому что понятно, что совершено преступление. Этого киллера находит. Значит, спрашивает его, почему он так сделал. Он сказал, что да, вот я киллер, получил заказ. Кто дал заказ, никогда не будет установлен. Никогда, нигде в мире, никогда заказчики известны не становятся. Все существенно проще. Дело в том, что, давай так, значит, именно как раз мы сейчас не говорим про Алексея Навального, мы в целом говорим, почему такие заказы, почему, например, Немцова так отработали, именно таким методом, а, например, всех остальных оппозиционеров, о которых я говорил, их уже огромное количество, их уже больше 15 однозначно, их отрабатывали именно химреактивом. По причине того, что тоже с кадровым составом все очень плохо. Потому что для того, чтобы киллера подготовить, у него не тряслись руки, то есть, либо он должен быть профессионалом, и его нужно будет потом, как говорится, он должен быть затихарен, а нанять придурка-наркомана, так он зараза не исполняет. Себя застрелит, понятно. Ну, конечно, он не исполнит заказ и еще все наговорит. Это не фунт изюма подготовить профессионального убийца. То есть, это не фунт изюма. И это вопрос не столько стрельбы, ни тактики, потому что давайте так, давайте мы себя поставим на место вот этого профессионального убийца. ведь представим, что тебе, мне, например, пришел заказ. Знаете, о чем будет первый думать я? Я буду думать не о жертве. Я буду думать, через сколько устранят меня. И самое, это фундаментально. А поскольку есть сплошное недоверие в этой вертикали власти, именно это не позволяет создать идеальность. Слушай, да, 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 это существенное обстоятельство. Зачем мне... Это основное убийство. Это основное. Потому что, еще раз говорю, представим, вот ты, каждый должен это примерить на себя. Вот тебе даден заказ. Почему вы решили, что вы, 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 этот заказ, вы его исполнили. То есть, кто вам обещает, что, например, вы поднимаете пистолет и в эту секунду вам соседние прохожие не стреляют в голову. Потому что, что это задача сделать инсценировку. А поскольку доверия внутри структуры власти нет, именно... Понятно. То есть, это не так просто, как кажется, застрелить человека. Слушай, а вот... это абсолютно непросто. Да. Это очень, это сложная, многофакторная операция. И где, объем доверия должен быть колоссальный. А с учетом того, что власть, власти не доверяет, исключено, как власть. Слушай, а вот... Поэтому в этой операции принимало несколько человек. Понятно. Понятно. Никто из них конкретно не добивал. Это резонно, это резонно, да. Я об этом не подумал. Ты, как всегда, копнул глубоко, Дмитрий Валерьевич. Слушай, а вот если бы власть поступила так, как описано в вопросе, вроде бы это было глупо. На что этот вопрос рассчитан, да. Мы же все знаем, что власть не глупа. Поэтому вроде она не должна была так действовать. А можно допустить, что власть действовала иррационально. Ведь иррационально могут действовать и умные люди. Нет, опять-таки, нет никакого кирпича власти. Нет, если нужен пример, ну или группа какая-то, да, вот группа может действовать иррационально? Нет, может, абсолютно, и группа может действовать иррационально. Но ключевое, что власть сделала, она разрушила собственную легитимность. Она разрушила ключевой фактор, что право на насилие. Ведь когда мы смотрим на убийство Немцова, ключевым вопросом был, это был конфликт. Три дня на связь никто не выходил. Это был конфликт именно Федеральной службы безопасности с чеченской, скажем так, мягко скажу, с чеченской группировкой. Потому что право на насилие было всегда только у ФСБшников. А сейчас, простите, в любую секунду, может, ну то есть, ФСБ не является а оно всегда было еще прообраз КГБ, они были единственными, они были всегда вершин. Именно поэтому они чувствовали себя достаточно, ну они были белой костью. А сейчас они оказываются, что они одни из. Поэтому, когда ты можешь быть даже генералом в ФСБ и при этом тебя в любую секунду может оскорбить какой-то мальчишка просто потому, что у него определенную национальность, и ты ничего с этим сделать не можешь. У нас регулярно вы можете посмотреть кадры, когда сотрудников ФСБ бьют по морде прапорщика ФСБ бьют в Чечне. Вы считаете, это нормально? Хороший вопрос, но риторический, я полагаю. Да, конечно, абсолютно. Слушай, а вопрос вот кому выгодно, да, тоже может быть не совсем правомерен, потому что выгоду определяет тот, кто делает, да, эта выгода тоже может быть не прямой, не материальной, и рациональной, из разряда получить моральное удовлетворение, там, и так далее. Конечно, просто не, просто показать, что я могу это сделать. То есть, тут Немцов это был подарок, что называется, дню рождения. Навальный это было просто такое иррационально-рациональное убрать человека из, как медиа-менеджера, не как политика, из, в общем-то, бушующего поля политических изменений. Потому что у нас Хабаровск кипишует, у нас, соответственно, Беларусь шумит, и зачем нам и пять регионов еще по социологии показывают протестный потенциал. Зачем нам вот это вся история? Поэтому в этой части есть рацию, но есть и иррациональное, это такое бахвальство, что я могу, я умею, я могу. Навального, как мы знаем, вчера пришло сообщение, выдвигают в номинанты Нобелевской премии мира. Можно не сомневаться, полагаю, я, это моя гипотеза, что он ее получит, но даже номинация резко меняет внутриполитический баланс внутри групп, то есть за счет того, полагают, что Навальный принадлежал к одной из групп влияния внутри власти. Так мало того, что его признали политиком альтернативным президенту Путину, так еще и статус, ну пусть сильно девальвированные премии мира, значит, его политический вес, но он просто будет политическим тяжеловесом. Он триумфально вернется, Дмитрий Валерьевич, как ты считаешь, вот со всеми этими? Триумфально ли он вернется, но власть, значит, я уже многие месяцы говорю, что власть делает все, чтобы Алексей Навальный стал лидером оппозиции. То есть вместо того, чтобы разваливать, создавая множество точек влияния, вот давайте возьмем пример Хабаровска. Далеко ходить не надо, там до сих пор идут протесты, как бы должна была действовать власть, не присылать спичрайтера для Дегтярева. Надо было реально сделать так, чтобы ЛДП запутать приказ, чтобы ЛДПР и другие политические партии, там сформированные, не сформированные, прямо взяли и возглавили этот протест. Прямо, то есть снабжали его, делали листовки, и при этом полиция не должна была бы вмешиваться, наоборот, полиция должна была бы раздавать маски. И тогда бы этот протест можно было бы канализировать, то есть загнать в канал, и его распылить. Все сделали ровно, диаметрально, противоположно. Прислали дуболома, без прав и без возможностей. Там начались какие-то локальные задержания, которые носят именно характер такого локального, они не решают ситуацию, они только злят людей. Либо это должно быть жесткое, и причем массовое задержание, там должно быть задержано 5-10 тысяч человек, а это невозможно, причина очень простая. там ты своих бы задерживал, то есть ты задерживаешь человека, которого не знают, а твой напарник задерживает там условно говоря твою маму, брата и сестру. Это такая же проблема и в Беларуси. При очень небольшой скученности населения ты, в общем, куда ни плюнь, попадаешь в своего родственника, свата и брата. И вот власть могла это сделать. Вместо этого она прямо ведет по лекалам стрельбы себе даже не в ногу, а уже в пах она стреляет, то есть приводя к полной импотенции самих себя. Вот и все. Вот ты сказал о том, что Запад может среагировать на то, что у нас оборачивается оружие массового уничтожения бетонным забором условно говоря и санкциям. А есть вероятность, что он сделает вывод о том, что наша власть перестала контролировать обстановку в стране и перейдет от тактики выжидания к активным действиям именно против власти с целью сменить ее на что-то более вменяемое. Такое может быть? В этом смысла нет. Ну, для них эта территория она неэффективна. Ну, давайте... Но не безопасна, неэффективна, но не безопасна. Давайте поставим каких-то коллаборационистов условно говоря. Да, она неэффективна и небезопасна. Но ведь давайте пофантазируем, что сюда прибудет оккупационное правительство в той или иной форме. Территория огромная, дорог нет, коммуникаций нет, как это... Планета шелезяка, растительности нет, населена роботами. Вот это мы. У нас есть огромное количество полезных ископаемых, очень многие мастурбируют на это. Но только вы их попробуйте достаньте, эти полезные ископаемые. Для этого нужны технологии, сюда нужно инвестировать колоссальные бабки. Более того, в инфраструктуру, не только в добычу. Конечно, сюда нужно еще привести народ. Нас же, мы же только выше обсуждали, мы умираем, и более того, большая часть нашего населения, она пенсионного и предпенсионного возраста. То есть, тут нетрудоспособное население находится. На территорию надо вот это геморрой, завоевывать территорию, где-то там зарыто все это, а у любого, извините, полезного ископаемого есть себестоимость. А ты построи здесь инфраструктуру, завези сюда население, еще его накорми, и потом это вывозди. На хрена хозяй боят? Территория огромная, завоевывать нужно только то, что производит доход, а мы доходы не производим. Точно так же, как, знаете, периодически у больных голову говорят, вот надо интегрировать себя в Беларусь. Но это похлеще будет Крымом. Ну, потому что мы и так Беларусь кормим, причем кормим жестоко, потому что мы 40% они получают доходы от нашего транзита, и на 60% мы для них рынок сбыта. Ну, то есть, Беларусь и так принадлежит России, по деньгам. Плюс датируемых сельское хозяйство, да, ты говорил, что миф о том, что белорусские продукты дешевые, это миф. Мы их датируем. Мы, мы, вы просто еще раз говорите, белорусский продукт стоит, умножьте цену на 3, и это будет реальная цена белорусского продукта у вас в руках. Просто вы не замечаете, вы это заплатили, когда, то есть, за белорусский, то есть, покупая, например, молочко белорусское, там, условно говоря, по 10 рублей, на самом деле, вы заплатили, когда покупали какую-нибудь шнягу по соседнем магазине, там, и заправляли свой бензобак, потому что это просто заложено в акцизах. Все. Ну, то есть, не умение считать экономической мракомиссией глупость, ну, я ее, как говорится, уже десятилетия с ней пытаюсь как-то это их разобрать, но народ прямо, вот, у батьки заводы работают. Деньги от нефтепереработки были вложены в убыточное производство, вот и вся схема, да? И, кстати, то, что Лукашенко Александр Григорьевич действительно можно предъявить, может быть, он и надеялся, да, на старт модернизационного проекта в России, да, и на то, что этот рынок сбыта увеличит свою емкость, но он довольно давно уже должен был понять, что ничего не будет, и, соответственно, перейти к какому-то другому механизму управления, кризисному, скажем так, поменять эту концепцию, но он действовал как бы по инерции, ну, вот, что называется. Может, этого, к сожалению, не может быть, не получится этого. Сползли мы на Беларусь, как и было запланировано, кстати. Вот, хочу сказать, вот, мы уже говорили о переговорной позиции Александра Григорьевича, ты как человек с огромным опытом в переговорах, вот, по учебникам многочисленным языка тела. Друзья, внимание на экран, вот то, о чем мы говорили, значит, мы видим, что корпус белорусского лидера наклонен вперед, это по учебникам языка тела крайняя степень вовлеченности и заинтересованности. Но он же получил свои полтора миллиарда, да? Значит, во-первых, все-таки давайте будем так, Значит, первое, значит, была реструктуризирована, реструктурирована, вернее, планируется реструктурирована один ярд и будет, и планируется выдать еще полтора ярда. Поэтому, если говорить в стане элитного эскорт-сопровождения, есть девочки, которые зарабатывают по 3-5 тысяч долларов за ночь, а есть те, кто зарабатывает по 2-5 миллиарда. Но пока не заработают, а только им обещают. Да. Ну, так судьба этих денег такая же, как у 3 миллиардов Януковича, да? Детскому дому в Быково они не достанутся. Они не достанутся, а самое главное, ведь я еще до того, как он приехал, я сразу говорил, что Александр Григорьевич надо ехать в Москву и договариваться о продаже чего-то. Продать нечего, потому что предприятия все в любую секунду останавливаешь сбыт, и на этом все заканчивается. А кто интересанты на Мозырьский НПЗ, извиняюсь за въедливые вопросы, и кто на Беларусь-Калии? Есть уже конкретные люди, которые... Нет, ну это абсолютно наши так называемые, то есть это достанется Ростеху и Роснефть. Ну, просто для этого не надо оформлять бумажки, оно и так живет им. Понятно, не надо никаких громких деклараций, все ясно. Конечно, нет, это все по-тихому, просто говорят, ты в любую секунду можешь перекрыть кислород, и это уже по факту. Поэтому Лукашенко предложить Путину нечего, а для Путина два с половиной ерда это вообще даже не ставка в казино, это так, мелочи после продажи мороженого. Ну, давай еще дополним эти полтора миллиарда тем, что было дано поручение по РБК трем крупнейшим госбанкам обеспечить кредитным потоком Белоруссию, как будто здесь нам кредиты не нужны. Это уже все продолжение, то есть это одно и то, ключевой вопрос, на переговорах все шли за закрытыми дверями, а что ты продаешь? Потому что и Беларусь-то, многие опять-таки лихо и голо говорят, а вот Беларусь надо интегрировать. Не можете вы интегрировать в Беларусь? Не можете. Во-первых, это народ Беларуси, это будет очень серьезное противодействие, и финт этот тушами не пройдет даром, опять-таки, и это будет дополнительные санкции, и напомню, что просто говоря, вот тогда включение уже серьезнейших санкций, именно как раз о чем мы говорили, по поставкам углеводородов, мы в России откуда кормить-то будем, кому будем продавать, и так они не очень сильно нужны, черное золото, которые еще и будет невозможно поставить. Ну, то есть, я периодически, конечно, читаю комментарии, меня смущают, когда там оказывается реальный профиль, который говорит, да, да вот мы там китайцам, не будут китайцам этого покупать, физически, они это не покупают. Давай от низких энергий, вот этих денежных вибраций, перейдем к высоким. Вот есть суждение о том, что в ночь на 10 августа сего года белорусский народ родился как политическая нация. Дмитрий Валерьевич, согласен с пафосом этого утверждения? Или рано радуешься? Пафос не пафос, но в целом они медленно, но верно находят свой путь, а нам чего это до этого пути пахать и пахать, я об этом говорю, еще до всех изменений. И опять-таки, повторюсь, если кто не знает, запуск всех политических изменений на территории Беларуси произошел в 19-м году, когда Российская Федерация сделала налоговую маневру. Именно благодаря этому налоговому маневру, когда мы лишили денег большую часть белорусских элит, и конкретно Александра Григорьевича Лукашенко. В общем, в эту секунду начались политические изменения. Скажи мне, пожалуйста, а вот у тебя отложенные ожидания, я так понял, по рождению российского народа как политической нации, насколько они отложены? Ну смотри, по моим расчетам идет история так, что 2021-2022 год у нас достаточно тяжелый экономический кризис, он же приведет к политическому кризису, естественно, мы там будем опять нести... Это всегда так происходит? Экономический кризис приводит к политическому? Да. У нас просто очень длинная передача, да? То есть, вот у нас как-то медленно экономические проблемы перерастают в политические, очень медленно. Да, 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 нет, ну, просто еще пока его нету, потому что у нас сейчас вот будет кризис такой, банкротство частных и корпоративных с сентября по февраль, наши власти никак реагировать не будут, причина, они будут только сейчас, вот они уже известно, они повышают НДПИ, то есть, они будут трясти деньги якобы с нефтяников, а реально с нас с вами, вот, но те, что там любят по зубоскальте, вот давайте нахлобычим нефтяные компании, они и так до хрена получают, на самом деле, это с вас все стрясется в цене в бензин и любого продукта, ситечек подорожает, вот, поэтому 21-22 год это кризис как раз экономический, 22-й, это скорее всего кризис политический, после серок приходят черные, я думаю, что мы повеселимся, цитируешь Петерима Сорокин, он всегда говорит о том, что пост диктатуры всегда, всегда живем хуже, не свободнее, да, всегда, всегда бывает хуже, это относится не только к России, то есть, после любого диктатора всегда становится еще хуже, причем он говорит, что если случится, не дай бог, революция, чтобы остановить революционный дебош, люди будут готовы заплатить любую цену, да, абсолютно верно, потому что, ну, все же никто же не заплатил, вспомним Робеспьера, Кроумвеля, какими, да, мы исторические примеры, потом приходилось это все топить в крови, то есть, по-другому мы, ну, как-то не, 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 не происходит, вот, поэтому, потом, я думаю, что будет левая, левая такая, левая, крайне националистическая военная хунта, вот, и только шанс, что произойдет некая демократизация, это не раньше пятого-шестого года, ну, как-то так должно быть. Теперь очень серьезный вопрос, собственно говоря, ты знаешь, мне его подмывало вынести в начало беседы, ну, в общем-то, много такой текучки, достаточно, которые мы не могли не обсудить, ты говорил и повторяешь, что нашей стране прежде всего нужны институты, правомерность этого утверждения видно на примере новейшей российской истории, вот мы во время президентства Владимира Владимировича Путина два раза проходили через экономические кризисы, и каждый раз, выходя из них, значит, возвращали все же самые концепции, благодаря которым мы в эти кризисы попали, не вынося никаких, не вот все те же самые таргеты инфляции, все эти кубышечные подходы, там и так далее. В других странах бывало и по-другому, даже я бы сказал, что в большинстве случаев страны из кризисов выходят преображенными, видимо, они как-то по-другому устроены, там другие институты, вот как они по-другому устроены, Дмитрий Валерьевич, скажи, пожалуйста. Устроены они следующим образом. Дело все в том, что изначально, в чем проблема, условно говоря, в Великой Октябрьской Социалистической Революции, что у нас вот это как раз произошло до основания из-за тем. Люди, которые не обладали ни имуществом, ни образованием, начали править людьми, которые обладали этим имуществом и обладали этим образованием. И это как раз и привело в общем к такому серьезному сносу элит. Ну вот, поэтому мы потомки, в общем-то, кухарок, а поскольку мы потомки кухарок, это вот основная наша проблематика, которая была, есть, и боюсь, что будет, и останется еще, но очень и очень долго. А институциональные изменения какие нужны? Ну, естественно, судебная система в первую очередь. Вот что? Где мы буксуем? Почему мы на те же грабли наступаем раз за разом? это как-то вот, я не знаю. Должна быть персональная ответственность за выбор. Не выбираешь ни гражданин. Ответственность власти, да, извиняюсь, задам такой нескромный вопрос. Должна быть? Ну, она появится, как только ты будешь, будет ответственность за право или неправо выбора. Потому что люди должны быть прозрачной системой голосов. Неважно что, система голосования должна быть максимально прозрачной и максимально контролированной. Когда появится слово ответственность, ты будешь ответственен за то, что у тебя происходит во дворе, за то, как у тебя прокладываются дороги. Сначала будет очень много ошибок, прямо колоссальное количество ошибок. Но вот потом появится очень важный аспект. Ты знаешь, меня очень беспокоит проблема безответственности власти. Хочу тебе рассказать один исторический пример. Безответственность власти, извини, что перебываю, она рождается из-за безответственности обычного вырождения. Я недели две назад разговаривал с Пламенным Пасхом. Это великолепно образованный человек, особенно в области истории. Он рассказывал мне, что в IX веке в Болгарском царстве был аналог нашего Владимира Крестителя Борис I. При крещении он принял имя Михаила III. Он и его сын Семен Великий достаточно сильно развили Болгарское царство. Границы там простирались до Царьграда и до половины Польши современной, и половина Сербии было в Болгарии. Они там загнали бедных венгеров куда-то в болото. И через полторы сотни лет венгерский король Андрош II ему и его вассалы навязали правила внутреннего круга болгарского, который, знаешь, чем он заключал, Дмитрий Валерьевич? Монарха могли отстранить от власти по трем причинам. Первое – военное поражение, второе – потери территории, третье – неудовлетворительная политика в отношении этого внутреннего круга. И венгерское королевство начало расширяться просто как на дрожжах. Этого монарха было невозможно подкупить. Ему невозможно было рассказать о таргете инфляции. Ну вот ничего этого не было возможно. Вот это ответственность власти. Это вот просто пример, мне кажется, но мы же все время совершаем одни и те же ошибки. История ничему не учит. Да, к сожалению. Ну вот к сожалению. Я как раз хочу воспользоваться минуткой, что называется, саморекламочной, сейчас объявлена премия за лучшая аудиокнига. Вот я надеюсь, что Саша поставит внизу соответственно книгу. Это лучшая книга по... Я ее озвучивал сам, голос книги. Там есть такая номинация, она называется лучшая авторская озвучка. Там вот есть одна книга, которую озвучивал я, она называется «Актуальные ответы о бизнесе, экономике и...» Ну на самом деле и о государстве российском. там есть как раз собственно говоря вот выдержки о том, о чем сказал только сейчас мой ты. Причина очень простая, что до тех пор, пока не будет персонифицированной ответственности и гражданина, то и монарх не будет ответственен. И гражданин должен понять, что вот мы, каждый из нас отвечает за людей, которые пьют бояршин. Каждый из нас отвечает за людей, которые смотрели «Дом-2». Каждый из нас присутствующих по ту сторону отвечает за весь тот бардак, который происходит в стране. Мы сами творим это поле, да, по Курту Левину? Больше не инопланетяне, мы сами. Нет, абсолютно других людей нет. Поэтому, пожалуйста, проголосуйте за книгу, может быть, вам расскажу результаты. С одной узнаем, насколько актуальны ответы на вопросы по бизнесу и экономике. Друзья, ссылка на эту книгу будет в описании к этому ролику в обоих его частях ниже уровня хэштегов. Мышкой прокрутите колесиком и найдете это описание. Не могу еще об одной вещи не сказать, несмотря на то, что мы сильно перебрали по времени. Цитата от человека с труднопроизносимой фамилией Гебриисус. Это глава Всемирной Организации Здравоохранения на своей странице в Ютубе. Это ода нашему с тобой весенним эфиром. Что сказал этот человек? Самоизоляция была прямым инструментом, который вызвал тяжелейшие последствия во многих странах и повторять самоизоляцию, то есть карантин не нужно. Бинго, Дмитрий Валевич. Ну что, ну что, так я тебе хочу сказать, что у нас опять замелькали новостные сообщения о том, что больше заболело и так далее. Тому подобное. Наступим на те же грабли, да? Мы же любим. Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что потому, что мы ошибочно называем власти, хватит. Все-таки раз мы не убивать себя, нас они могут убить, а вот, собственно говоря, нас как кормовую базу, я надеюсь, что они все-таки не убьют. Поэтому очень хотелось бы, чтобы это так произошло. Этот вопрос мои коллеги просили тебе задать. Ты для них авторитетен в этом смысле. Они думают, что делать. Просто вот как дальше индекс PMI у нас падает, то есть менеджеры не верят в то, что власть себя поведет там как-то. Адекватно? Адекватно, да, да, да. Не шортит закупки, то есть, соответственно, не идут в длинные циклы. Не, ну, я вам могу сказать, что если у вас, когда был еще только начинался локдаун, я прямо по радио это сказал, что если у вас есть возможность закрыться и открыться в марте следующего года, то есть в 21 году, делайте это, потому что сейчас нужно окуклиться, потому что сейчас будет волна персональных и корпоративных и это именно связано с тем, что в общем модель экономики не выработана. Она не выработана в мире, а в России она не выработана особенно, потому что мы, к сожалению, если во других странах мира есть какая-то, так скажем, частная экономика, которая будет сама вырабатывать модель экономики, извините за тавтологию, то в России вы будете приниматься только в Кремле и в администрации президента, а они, поверьте мне, не изобретательны с точки зрения своих мыслей. они крайне примитивны. Поэтому идей у них дебютных нет и они ничего, кроме как поднять налоги условно говоря естественно-неестественным монополием, то бишь, а это револьверно достать деньги у нас из кармана, они ничего предложить не смогут. тарифы естественных монополий основной источник инфляции. Да, конечно, да. Так это у меня, ты знаешь, на самом деле от коронавируса была хитрая подводка к финальному вопросу и на самом деле вот на этом мы заканчиваем, но это действительно по-настоящему такая важная вещь. Значит, у нас Минфин доложил о том, что он свел полугодовой бюджет с дефицитом триллион 512 миллиардов. Значит, ожидание получить от налоговой инспекции, ожидаемое поступление от налоговой инспекции составили 46% от 100%, которые планировались. Значит, ФТС и того меньше отличилось, там тоже с федеральной таможенной службы 40 с небольшим. Дефицит бюджетов региональных 411 миллиардов по июнь месяц. Доклад Бориса Титова мы все знаем, да, 1035 компаний в 85 регионах сказали, 40% из них, что мы не заплатим налоги. Хочу тебе сказать, что в октябре месяце заканчивается реструктуризация кредитов наших с тобой коллег и мои в частности тоже. И это будет просто судный день. Если компании сказали, что они налоги не смогут заплатить, Титов еще забыл поинтересоваться, а исполнили ли они свои обязательства перед кредиторами? Ну, в частности, ну, я когда летом говорил про как раз волну частных и корпоративных банкротств, это как раз именно ведутся. Они, но это не потому, что опять-таки я умный, экономика, вещь прагматичная это табличка Excel. Она, к сожалению, в нашей власти и очень многие, даже думающие почему-то граждане искренне считают, что экономика подчиняется более излиянию меня или кого-то. законы экономики еще жестче, чем законы. Всемирного тяготения. Они прилетают. Цитирую Потапенко из раннего. Да, не тешьте себя иллюзии. Можно чуть-чуть отсрочить, но в конечном итоге эта пружина вмажет так, что мало не покажется. президент президент в интервью Брилеву сказал, что у нас пик экономического кризиса пройден. Ошибся? По-моему, в октябре только все и начнется из-за этих банкротств. То есть, там же эффект домино начнется просто-напросто. но у нас еще даже не начиналось. Еще даже не начиналось. Ближайшие два года будут штормить, мало не покажется. все-все государственные чиновники, включая президента, привыкли бабки получать из тумбочки. Они ни разу не продавали свои услуги на конкурентном рынке. Это фундаментальный навык, которым должен обладать человек. Если ты не умеешь на конкурентном рынке предложить свои услуги, а любой чиновник, его функционал это правильно присосаться к какой-то личности, сесть кому-то на хвостах, как рыба прилепала, а потом срать на всех вниз и, соответственно, попросту говоря, идти по головам. То есть, любые схемы развития, как ты тоже неоднократно говорил, они упираются в эти персонали, которые ни на что не способны. У них нету просто навыков. У них лапки, вот как кошка у меня прошла, тут у нее лапки. Вот я ее хоть на уши поставлю, она не сможет управлять ничего. Но тогда возникает резонный вопрос. Что такое 411 миллиардов дефицита региональных бюджетов? Трансфер-то растут, их не хватает? Это потери управляемости страной, по сути? Это врачи, учителя? Это просто управление с федеральным... Силовики? Мы возвращаемся в первую очередь, мы возвращаемся к Хабаровску и всем остальным регионам. То есть, губернатор, многие думают, что губернатор это кум-коральвес от министра, нет? Губернатор это человек, который находится в состоянии нищего. Ну, просто у него костюм приличный, ездит он, скорее всего, на крузаке, как это делает дегтярек. Но, по сути дела, он-то попрошайка. Только вот благодаря тому, что он находится на вот этой трубе передачи бабок, он, мягко говоря, у него руки в масле. Но вопрос тогда прям совсем прямой. Экономическая ситуация, по-моему, вот из этих цифр, она рискует рухнуть быстрее политической? Конечно. Сначала экономический бейс, потом политическая настройка. Все политические изменения пойдут только в следствии экономических, как с Беларуси, так и везде. Поэтому я не всегда говорю, что политика это перепачканная в дерьме экономика. Если вы хотите мне рассказать про политику в отрыве от экономики, грубо говоря, от того, чего вам жрать, ну, я готов это послушать, но я это не воспринимаю. Значит, что делать, да, ты говорил о том, что у нас веры в завтрашний день нет, это фундаментальная экономическая проблема на сегодняшний день, да, люди перешли к мобилизационному потреблению. Что делать? Доллары, евро, что делать? Окукливаться. Подать спячку, уезжать. Ну, уезжать, это опять-таки, уезжать куда-то, и самое главное, жить на что-то, ключевой вопрос. Поэтому уезжать, если у вас есть такие накопления, то да, а так это окукливаться, и, в общем, внимательно следить за тем, как будет сыпаться, потому что главное в этой истории выжить и не попасть под разрушающиеся осколки, а самое главное наращивать навык, который можно будет потом продать. Не рассчитывайте, что вам эти осколки, там попадется золотой какой-то сетечка, вероятность того, что там попадется кусок бетона с многоторчащей арматуры, куда более высок. Поэтому те, кто думает, что на этом можно обогатиться, на этом обрушении, у вас и люди, а вот думать, какие услуги вы сможете продавать в марте будущего года, очень-очень важно. Вот ты говорил о том, что на сентябре диапазон доллара будет 75-76, или если вмешается некий политический фактор, можем уйти в диапазон 77-81. Что касается октября месяца, вот у людей все-таки может быть есть какие-то сбережения, давай им хоть какой-нибудь позитив дадим. Что делать по валюте, там учитывая выборы в Штатах, многие советуют в евро уходить. Мы можем что-нибудь сказать? Не надо, не надо марочить все головы, сидите в грине, жесткое, в долларе, и не морозьте себе голову. Дональд Фредерихович переизберут, вот, там будет определенный провал по биржевым котировкам, но доллар это наше все, поэтому не надо дергаться, когда все дергаются, будьте спокойны. Что по курсу на октябрь? Ой, я очень все-таки рассчитываю, что наши не будут сильно гулять по лобазу, и все-таки курс останется, ну, то есть они за 77 не будут, потому что я очень на это ухожу. Потому что я, я очень все-таки за, понимаешь, я ищу рациональное всегда зерно, даже у людей при власти, которых, в принципе, я считаю, что они должны быть не безумны, но если они начнут гулять по лобазу, то они выскочат за 77. Но я надеюсь, что это будет все-таки там вот до, потому что если они начнут уходить, ну, они коснулись уже этой цифрой, напомню, я говорил, что эту цифру надо касаться только в феврале месяца, то есть 77, диапазон после февраля 77-81, когда они начинают это делать сейчас, ну, я напрягаюсь. Я понимаю, что ситуация еще хуже, чем я мог рассчитать, а это означает, нужно пересматривать прогнозы, означает, что экономический кризис начнется в России и быстрее, и жестче, это означает, что и политический кризис начнется раньше и жестче. Слушай, давай тогда закончим на такой, может быть, немного философской, немного эзотерической волне. Я встречался с человеком, который, ну, скажем так, достаточно высокопоставлен, это человек из определенного круга, он не стал подробно говорить о ситуации в стране, сказал только одну фразу, которую не расшифровал. Давай попробуем предположить, что он имел в виду. Он сказал, что если мы, он имел в виду не элитные группы, не он лично, а мы, как страна, переживем март 2021 года, дальше все будет хорошо. Что он имел в виду? Ты же тоже март сейчас вот только что, только что, только что обозначил как некий рубеж. В этом-то и есть проблема, что понимаешь, что я как экономист считаю, что март это рубеж, а он от власти. Видимо, видимо, каким-то инсайдом обладает, да? Ну да, он обладает инсайдом. Ну, проблема очень следующая, что до марта российская международная элита должна изменить модель экономики, а российская элита должна под эту модель подстроиться. Ну, шансов на это не очень много. Потому что навык обратной связи отсутствует. Ну, то есть, если ты думаешь, что из условного там АПшки администрации ко мне не обращаются за аналитикой, обращаются регулярно. Но, как правило, они выкраивают из нее там такое узкое, прямо попадающее только в их чиновничьи уши или там в чиновничьи отчеты куски, что, когда ты уже смотришь на конечный результат, хочется сказать, ребята, вы из яичницы умудрились опять выточить автомат Калашникова. До тех пор, пока вы не будете пользоваться аналитикой в чистом виде, очищенном виде, то есть, в том виде, в котором я вам ее предоставляю, а не будете выкраивать там только запятые на каждой восьмой строчке. Или выделять нужные вам акценты по каким-то причинам, да? Ну, конечно, да. Так и будет получиться херня. Поэтому, поскольку вот этого навыка нет, желание видеть, а я картину рассматриваю, как ты видишь всегда, с разных точек зрения, стереометрия, да, в нескольких по сути дела плоскостях, в нескольких измерениях. И во временной развертке, да, как правило? Конечно. то есть, у меня там, как минимум, там, пяти-шестимерное зрение, они исходят из зрения двухмерного и считают, что если они возьмут два измерения, им что-то, это, ничего не нравится. Помнишь, в начале года Минфин заявлял, что нам на несколько лет денег хватит? Ну, вот посчитайте. Ну, это все. Ну, я вижу трехмерную модель, а если у вас будет плоский, например, муравей, то если воткнуть ручку, то для этого муравья дырка образуется из ниоткуда. Вот они, муравьи, которые обладают плоским зрением. Я переделать это не могу, но подлаживаться под это я тоже не буду, поэтому я аналитику выдаю, а дальше как это, точно так же, как и нашим зрителям, я аналитику выдаю, а дальше хотите, хотите слушать, а не слушай, не любо, не слушай. Имеете на это законное право. Пролетаете мимо денег, ну, я вам раньше говорил про курс 71-74, смеялись, ржали, когда я там говорил, рекомендовал покупать доллар, когда был курс 64 и он гулял до 66, я говорил, покупайте. Ну, не вопрос. Имейте на это законное право, я никого уговорить не буду, у меня никакой материальной заинтересованности в этой всей истории нет от вас. Ну, то есть, я зритель, или я воспринимаю исключительно как математический... Нет, в этот момент происходит важная вещь, ты демонстрируешь свою квалификацию, которая, как я надеюсь, понадобится в будущем для управления страной, вот что происходит. Если люди хотят слушать, то да, но принудить их слушать меня я не могу. Я буду всегда, кто бы ни пришел во власти, кто бы властью не был, я буду выдавать одну и ту же аналитику, потому что, я говорю, у меня даже когда, что называется, платят, вы платите не за то, что я делаю то, что вы хотите, а платите за ту квалификацию, которую я владаю. Друзья, до марта будет трудно, дальше давайте понадеемся на инстинкты самосохранения, базовый инстинкт, который описывал Петерим Сорокин, с которого мы начали сегодняшнюю передачу, и будем надеяться, что все будет хорошо. Март месяц, это первое весеннее, там дальше будет солнышко, кончится этот маленький вирус короны, давайте прирастать горизонтальными связями, поддерживать друг друга, а мы с Дмитрием Валерьевичем будем по мере сил выходить и помогать вам какими-то советами или соображениями, чем мы сегодня, собственно говоря, занимались. Мы благодарим вас за внимание к этому длинному эфиру, кто досмотрел, молодец, я думаю, что люди могли из сегодняшнего разговора почерпнуть много полезного, я благодарю тебя, мой дорогой, за очень содержательную беседу, ты знаешь, ну, у меня, как всегда, было несколько открытий, которые я себе помечу в свой блокнотик младшего научного сотрудника, которого я в себе так и не жил. Спасибо тебе большое. Как всегда, не забывай пользоваться правильно техникой и ставить в график чаще и мойте руки перед ядерой. Да, напомню, что ссылку на аудиокнигу вы можете посмотреть в описании, ты мне не забудь ее, пожалуйста, прислать. Я уже ее прислал, да, соответственно, не забудьте проголосовать, там она как раз в разделе, соответственно, авторской озвучки, вы увидите, там книга Дмитрия Потапенко, пожалуйста, проголосуйте и расшать, сделайте, чтобы это сделали ваши родные и близкие, мне будет, по крайней мере, приятно. Друзья, промойте руки, это была не шутка, это был тоже практический совет, будьте здоровы, берегите себя, до свидания, подписывайтесь на канал Дмитрия Потапенко, подписывайтесь на канал Главная тема народ и защищайте нас, пожалуйста, в комментариях от всяких там ботов, нам это будет приятно, потому что времени с ними сражаться у нас нет. Спасибо вам, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok